Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края В выставочном центре Забайкальске открылась четвертая международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», в которой принимают участие православные монастыри, храмы и подворья. В этой выставке принимают участие различные храмы, монастыри, не только те, которые расположены в разных регионах нашей Российской Федерации, но и за рубежом. Здесь представлены монастыри, храмы из Украины, Белоруссии, Молдовы, из различных российских регионов. Они привезли сюда свои святыни, привезли какую-то информацию о том, как православная жизнь развивается в тех местах, где они находятся. Все те, кто участвуют в выставке, имеют благословение своих правящих архиереев, и они, соответственно, получили приглашение для того, чтобы приехать сюда, в город Читу, и принять участие в этой уже традиционной для нас православной выставке-ярмарке. По словам представителя храма Покрова Пресвятой Богородицы из Рязанской области, на выставку-ярмарку они привезли редкую икону-праворучница. Многим людям эта икона помогла завести ребенка, обрести покой в семье. Наша икона написана в 1870 году, А первый образ написал апостол Лука при жизни Матери Божьей, где Иисус Христос выседает на правой руке. Оттого и пошло название «Праворучица». До этого он писал иконы, где Иисус Христос выседал на левой руке. Также на выставке представлены святыни с горы Афон, освященные на мощах святого Симеона Тремифунского. Я представляю монастырь Кут-Бумуш, греческий монастырь Кут-Бумуш, в составе которого, в составе греческой братья, есть наша русская братья. Им выделена отдельная келья, так называемая, можно так сказать, маленький монастырь внутри большого монастыря. Вот это для них, для наших русских братьев. Тут, у них там сильная очень молитва, у них по византийскому уставу, то есть у них время византийское, служба идет приблизительно 8 часов, если не праздничная, литургия ночная, в 2 часа начинается. Очень сильная молитва там идет за весь мир, тем более сейчас ситуация тяжелая очень в мире, за Россию, за весь мир. Для тех, кто заботится о духовной чистоте своего дома, на выставке представлены колокола, которые отлиты из бронзы. Привезли их из Свято-Благовещенского мужского монастыря Киевской епархии. Колокола, они с ликами святых, вот, и это настоящие колокола, это колокольная бронза, то есть колокол, он освещает квартиру, выгоняет нечистую силу, вот, колокол предназначен для того, чтобы освещать квартиру. Они отливаются по технологии 16 века прямо в земле и шлифуются вручную. Их можно по наследству передавать, он не ржавеет. В состав экспозиции также входят иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша, святого мученика Уара, святой Блаженной Матроны Московской, святой великомученицы Екатерины. Сейчас в нашем монастыре шесть химонахинь, 52 монахини. Читают неусыпаемый псалтырь, это круглосуточная помощь и защита. Также в нашем монастыре читают полонушницу, это с вымаливанием грехов. Каждый день это с шести до семи идет служба. Читают также в нашем монастыре молебны, литургии. На выставочной площадке на стенде Московского книжного издательства «Сибирская благозвонница» можно приобрести книги духовного содержания. Помимо этого на выставке большой выбор лечебных трав, масел и церковной утвари. Также в ознаменовании празднования памяти святого князя Александра Невского 12 сентября от Казанского кафедрального собора до выставочного центра «Забайкальский» прошел крестный ход с иконами, который завершился молебном. Отметим, что выставка-ярмарка продлится до 16 сентября. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забонфору.